Недельная глава Вайгаш 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 25. 26. 27. 28. 30. 30. 31. 31. 33. 34. 33. 34. 34. 34. 35. 35. 35. 46. 47. 99. талибин бору и так что происходит нашей недельной главе вы читали готовились к тестам тех кто читает те кто готовились к тестам да что на 100 происходит нашей недель главе невероятное событие правда иосиф вас невероятное событие до на самом деле если вы читали мидраж мидраж то мидраж представить нам невероятную картину вот настоящий блокбастер который можно себе представить сейчас как делают фильмы это то что происходит нашей недельной главе многие мудрецы говорят что братьев были сверхъестественной способностью сверхъестественной способности поэтому и откуда они берут из-за нашей недельной главы из нашей недельной главы а мы люди из кавказа прочитав их разговоры иосифа и иуда сразу можно прочитать что там конкретной разборки у них происходит что там что там происходит иуда ногой пробивает дверь к иосифу заходит вместе с братьями предстает что иосиф сделал иосиф иосиф положил кубок кубок в мешочек бениамину и сказал что бениамин его украл правильно и поймал его тот кто тот тот кто крадет какой закон него он становится рабом тот кто украл он становится рабом если он не вернул конечно так или он должен два раза не он два раза должен оплатить если он не может оплатить то тогда он становится рабом это по закону еврейскому закону теперь иосиф сказал что он останется рабом бениамин и на это иуда в особенности все братья пришли его вызваливать да почему потому что иуда сказал отец если я тебе не вернул бениамина то что не будет ни покоя ни в этом мире ни в следующем мире правильно это иуда сказал он стал ответственным пацан сказал пацан сделал дал слово да да слово я верну бениамина тебе обратно почему потому что папа ему сказал я вен один единственным что осталось у меня трахели иосифа нет рахель ушла от любимой жены только бениамин теперь он заходит к иосифу а иосиф это правитель правитель египта правитель считаете правитель империи тогда он ему говорит так слушает да это рувен а он сказал не нужно мне зачем мне это иуда сам сам стал ответственным да и и под ну и потом отвезли вон двух сыновей возьмет потом отвезли возьмут двух сыновей почему потому что рувен потерял свое первородство а иосиф взял его первородство иосиф взял одну из часть его первенство в этом плане да так пришел иуда иосифу и говорит слушай он ты вообще понимаешь с кем ты имеешь дело ты про моих братьев ты бы ты про моих братьев слушал ты как он говорит да кто мои братья шимон и леви шимон и леви ты про них слышал ты знаешь что они сделали они выразили весь город шэм они выразили сколько семь городов семь городов выразили ты вообще стоишь о чем ты говоришь ты хочешь что мы здесь всех у всех уничтожили потом почитаешь да так освободи по-хорошему по пока разговариваем я тебе говорю освободи моего брата так он ему говорит вспомни абрама что что с египетским этим фараонам случилось когда он забрал мою бабушку бабку мою забрал сару что с ним случилось все заболели правильно он и все его кто 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 жил в его дворце все заболели если он говорит спокойно развалившись своем кресле говорит суши ты читаешь тут разорался кто был этот самый какой знак уюта был на флаге лет чё разорялся говорит иосиф ему если был бык спокойно правильно тоже силу тоже сильны мои войны и если ли твоих братьев известно что мы наши был огромный силу правильно наши его был огромной силой говорит иуда лучше для тебя если ты сам приведешь мне я не достану для этого меч если я достану меч берегись ты весь египет и у тебя одна вот такая сила гордым и усы только ты откроешь рот я его заткнул такой разговор между ними представьте себе это при всех что там без все его слуги там вокруг это видит бог я не хотел с тобой войны но мне приходится отпусти моего брата и агрессив если даже все цели канонейские придут сюда я тебе даю слова зуб даю что не отпущу твоего брата говорит иуда суши тебе не стыдно теперь не стыдно так говорит ты же царь слушай цари дарят дарят подарки как моя мама наш дед абрам от тебя ушел с подарками золото да разве так отпускают гостей разве так принимают гостей что скажут из-за чашки какой-то из-за чашки юсэф юсэф который царь он из-за чашки сделал такую неправильную вещь обманул людей и оставил себе раба что это такое если беда не нужна мне ваша чаша когда нужно было вы украли заберите эту чашу не нужна мне она суши зачем нам твоя чаша даже в тысячи раз больше если ты дашь все чего все серебро человечества мы не мы не уйдем отсюда без нашего брата он им говорит тут юсэф уже нажал на самое больное место иуда что он говорит да ладно говорит слушай что тебе один брат ты одного брата уже продал так этого тоже оставить что у тебя проблема будет нет иуда тут уже него не смог терпеть он еще про тамар напомнил что все это же юсэф у него были он все знал как и братья жили как что чего как все он знал прекрасно конечно тут уже удивились но и так как он был царь и это было известно что можно было узнать да везде есть разведчики он чем их обманул что они были разведчиками правильно у царей тем более были разведчики так пока он не пока он здесь он уже не смог терпеть иуда бы берет там горит огромный камень который там лежал и подбрасывает вверх ловит его одной рукой при этом там ногой бьет 1 1 удар ноги и содрогается весь египет при этом а очень сильно его его сравнивают его сравнивают с кем по примеру современных если говорить по примеру современных героев фильмов и мультфильмов железный человек да не не железа чего а не которые не зеленый нет который с этим и я забыл не халк нет марбал 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 да ну эти супер супер силы которые они не супер смей к супер я уже забыл в общем не важно не важно да нет какой он из из марвела но я уже забыл какой же не железный человек железные вот эти штуки он доставал расомаха 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 почему потому что говорят иуда тоже из когда он волновался из груди тоже волос они как железный вы смеетесь а на самом деле так и было они были огромной силой то есть он взял огромный камень что там как написано 400 весом в 400 не помню как какая то ли шекель ту лица чем измеряется не помню в общем огромный камень он взял огромный камень и он закричал так что из одной из его крика содрогнулся весь египет то есть это все услышали все попадали от страха от страха все попадали и этот позвал бьёсов позвал своего сына минаше чтобы он сделал то же самое чтобы он не чтобы не понял хотя его сам испугался от этой силой потому что он был лев я давал урок я вам рассказывал по-моему я давал урок один из уроков что где доказывается рабену ефраим доказывает что бениамин был волком об этом нескольких местах сказано и в следующей недельной главе вы это увидите как не бениамина благословляют как волка обе не рабену ефраим говорит что он превращался волка то есть он был оборотень у него была способность становиться оборотнем прямо не не намек или как-то и прямо так и сказано единственное лекарство которое было это было у бениамина почему он постоянно становился с бениамином и почему он не хотел отпускать в египет потому что он мог становится волком и что здесь что сказано про иосифа таро вторых юсиф растерзан юсиф сейчас не будем сейчас в это вдаваться тем не менее в любом случае говорится что у братьев были огромные способности про нафтали что сказано да нафтали когда бежал над колоссиями колоссии не двигались почему не было огромная скорость как человек молнии так flash до 100 а то что то что вы думаете вы думаете то что сейчас есть это сейчас подумали нет все все истории все образованные стороны прайсово прайсово есть мидраж который говорит что он был этот как и не обретен другой называется вампиром откуда то что одно одно из мнений что когда он обнял и якого он хотел бы ему про есть сонную артерию до шею прокусить такого при этом стала железной все все это из мидражим все это по все это истории не не думайте что это только сейчас придумали да поэтому то что там творилось невероятная вещь там творилось невероятное событие так он закричал еуда закричал также тот пусимого брата некоторые некоторые медраж говорит что некоторые даже умерли при этом при его клике некоторые даже умерли меня же делает то же самое этот крик доходит до фараона этот крик дохода фараона фараон присылает людей к Йосефу. Говорит, слушай, ты что делаешь? Отпусти этих евреев. Почему они здесь нужны? Они захватят тут мою страну. Он им поставил условия. В общем, Йосеф, дорогой, или ты этих евреев отпускаешь. Хочешь раба себе? Возьми из Египта, возьми из других народов. Сколько хочешь рабов, возьми. Или ты этих отпускаешь. Или ты вместе с ними идешь? Я вас выгоняю. Так сказал Йосеф. Теперь Йосеф испугался, что фараон его тоже отправит вместе с братьями. Поэтому он решил ему открыться. Он отправляет Минаше, чтобы успокоить Иуда. И только Минаше мог это сделать. Фараон боялся евреев? Конечно, боялся евреев. И забегая вперед, я вам скажу, это из главы Шмот. Когда фараон, уже есть спор, какой фараон, фараон тогда решил, когда решил, что нужно уже евреев делать рабами, один митраж говорит так, что у евреев была огромная сила, физическая сила, огромная физическая сила, настолько большая сила, что тогда, по сравнению с Египтом, соответствующая империя, это была Африканская империя, если я сейчас не ошибаюсь, там был король по имени царь, по имени Цефо, и этот Цефо решил воевать с Египтом, потому что они по силе, мощи были так, как Египет, по мощи, вот огромной империи, то и Африканская царь был так же, и он решил воевать с Египтом, 300 тысяч человек привел к границам Египта, 300 тысяч, взяли египтяне, позвали 200 евреев, говорит, медаж 200 евреев и отправили воевать с 300 тысячами африканцам. Они такую силу показали евреи, такую силу, они расправились там, то ли 2,5 тысячи убили африканцев, то ли еще что-то, и остальные расцепались, когда увидели, что не убили ни одного. Это постепенно было, это не было за один день, это не было за один день. Постепенно, постепенно отход от духовности, там не только силу убирает. Почему? У Адама было все, все, что Всевышний мог дать, и красота, и сила, и все, 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 и постепенно, и долгие, сколько тысячи лет он мог жить, но постепенно, постепенно, постепенно все это мы с вами теряем. Известно, что во время храма, когда римляне порабощали евреев, там были невероятные красоты женщины, невероятные красоты мужчины, молодые люди. Там так пишут святые книги, что они хотели, они хотели для того, чтобы этот род не заканчивался, они хотели друг друга женить и так далее. Столько всего там истории, это 9-го вау, мы рассказываем об этом постоянно. Так все это потерялось, да, все это потерялось из-за наших ошибок, из-за наших разных постоянных отходов, постоянного отхода от духовности. Так Менаша успокаивает Иуду, и тогда снова они начинают разговаривать, и в конце концов теперь Иуда давит на самое слабую точку. Это что? Что ему сказал? В конце мы подсчитали 20-е предложение и сказали моему господину, есть у нас престарелый отец и дитя на старости лет. как только он сказал, он сказал, что? Да, он про Иосифа сказал, да, так как только он напомнил про эту историю, сказал, слушай, как мы перед отцом, перед отцом, что мы отцу скажем, тебе не стыдно вообще такое, ну, ты человек или ты злодей, кто ты вообще, ты животное или человек, такого рода разговор, по нашему, если на нашем уровне говорить, и здесь он уже не выдержал, и говорит, все, все выходит отсюда, и он открылся братьям, правильно? Теперь, у меня к вам сегодня вопрос такой, у нас с вами есть такая заповедь, как выкуп пленных, знаете, про такую заповедь? Выкуп, гарантирую? Нет, это другая заповедь, выкуп пленных. Сейчас? Всегда. Это закон Шулхана Рухи, что нужно выкупать пленных. Если еврея поймали в плен, есть заповедь его выкупить. Разве не могли братья просто выкупить своего брата? Зачем нужно было вот это все, вот это шоу с этими, не знаю, показать силу, сейчас мы вас уничтожим, послать на фтале, он послал, чтобы проведать какие улицы, где какие охранники стоят. Шимон сказал, сейчас я возьму эту большую, возьму со скалы огромную этот самый, а? булыжник, да, и кинул на весь Египет, я его уничтожу. Так, зачем все это нужно было? И это, Иосиф все это слышал, да, иврития, и думали, что он не слышит. Зачем все это нужно было? Ты же еврей, пришел, что-то покупать, возьми деньги, выкупи своего брата, нельзя было его выкупить. У кого не было денег? У него были бабки, у него было, может, не хватало, у него еще останется. Написано, Яков послал тысячи, я вам говорил, да, тысячи голов скота послал каждый год Эсаму. Зачем? Зачем? Чтобы он не возникал. Просто голову. Что? Просто... Голову, это значит единиц. Голов, это единиц, так говорится. На самом деле, проблема освобождения пленных, друзья мои, проблема освобождения пленных стоит испокон веков. У евреев всегда это была проблема. Всегда была проблема, что во время войн, во время войн, брали в плен евреев, и евреям приходилось их выкупать. Разбойничьи стаи, пираты постоянно брали в плен евреев, и постоянно приходилось их выкупать. пребывание в неволе гораздо страшнее голода и даже смерти. Да, если человека посадить в тюрьму, это страшнее иногда, не дай бог смерти, да. Трактат Бава Батра, 8, Амудбет, говорит, Пидьон Шивуим, это Митсва Раба, выкуп пленных, это большая заповедь. Рамбам говорит, кто уклоняется от этой заповеди, нарушает три заповеди Торы. То есть тот, кто, у кого есть возможность, значит, еврей попал в плен, еврей в тюрьме, и у кого-то есть возможность выкупить из плена еврея, и он уклоняется от этого, он нарушает три заповеди. Три предписания. Первое, не ожесточи сердце своего, так говорит, творим 15 глава 7 послуг, не оставайся равнодушным крови ближнего своего, так говорит Ваикра 19-16 послуг, и люби ближнего своего, любите ближнего, как самого себя, известный послуг. так тоже по экрану. Шулхан Арух, Шулхан Арух, Вьорадея, 252-й, Симан, 23-й Аллаха, тот, кто мешкает с выкупом пленных, подобен убийце. А говорит Шулхан Арух, представьте себе, то есть у него есть возможность выкупить пленного еврея, спасти его из тюрьмы, и мешкает с этим, он подобен убийце. значит ли это, друзья мои, скажите мне, значит ли это, что следует платить за пленных сколько угодно денег? то есть мы сказали, это огромная заповедь, да, Иосиф? Это огромная заповедь. Это обязанность? Опязанность? Да, но тот, Шулхан Арух, где еще больше обязанностей может быть? Шулхан Арух, тот, кто мешкает с выкупом пленных, подобен убийце. Митцва раба, это большая митцва. Я просил эти книги закрывать, которые отвлекают вас от урока. Закрывать, закрывать. Пусть будет время потом. Мишна Гитин, так, что вы скажете мне? Нужно ли за выкуп пленного еврея платить любые деньги? А? Ну, не любые. Допустим, у тебя есть застаток, да? Но после того, как ты заплатишь, деньги у тебя, ну, будет недостаточный денег, чтобы, допустим, попитать. А сколько, в принципе, за исполнение митцвы, сколько нужно платить? Вы знаете? Вот, сколько денег я могу потратить за то, чтобы купить себе тефелин? Все деньги, которые, ну, ты можешь потратить, чтобы у тебя было достаточное. Ну, после этого. Что-то ты потом унуждался. Все деньги нужно потратить? Нет, не все. А? Митцва, правильно? Тефилин, это митцва? Да, что бы осталось еще на будущее? Десятину на тефелин? Человек сразу решать, сколько ему купить тефелин? Не, ну, хорошо, что ты хочешь сказать? У тебя есть сейчас там, в кармане тысячи долларов, следующую зарплату получишь через месяц. Тысячу долларов на тефелин должен потратить? Не, надо же мозгом думать чуть-чуть на будущее. правильно, так сколько можно потратить? По 100%. Чтобы хватило 20-30% нужно потратить. 20-30% от того, что у тебя сейчас есть там, наличие, и зависит, нет, 10% Масер, Масер, Масер закон другой, Миша, Масер закон другой, Масер, можно ли деньги Масера тратить на заповеди? Да. Деньги Масера только на, изначально они предназначены только на бедных. То есть, человек заработал тысячи долларов, 100 долларов это Масер, правильно, там, у кого-то 10%, у кого-то 20%. Масер изначально предназначен на бедных. Масер же считается после того, как ты потратил все, что тебе нужно, не от 1000 долларов. Зависит от того, что значит, что тебе нужно. Не будем сейчас в этом ходить, я просто сейчас скажу на митцву, сколько можно потратить, хорошо? Мудрецы говорят так, те митцвот, которые без Масера ты все равно сделаешь. То есть, ты обязан их делать. Например, тот же одет тефелин, да? Если у тебя деньги нету для тефелина, ты должен прийти в Синогу и одет тефелин, если тебе еще свой не купили. То есть, будут у тебя деньги, будет это Масер, и не будет Масер, ты все равно их сделаешь. На это свой Масер ты не можешь потратить. Но если есть митцва, которые без Масера ты не сделаешь, можешь потратить на этот свой Масер. Понятно это или нет? Например, подняться на сэфертору в шаббат. Нет обязанности. Каждый шаббат нет обязанности подниматься на сэфертору. Правильно? Нет у тебя хова, нет такой обязанности. Но если у тебя из Масера есть такая возможность сейчас, ты можешь потратить из Масера. Зависит это еще в какой синагоге. Платят там бедным, то есть, помогают там бедным или не помогают бедным и так далее. Но сейчас мы не будем об этом говорить. Вдруг ушли. Так, на выкуп пленных сколько денег нужно тратить? 20-30%. А сказано, Геморгар сказал, это митсва раба. Это огромная митсва. Это большая митсва. Не просто митсва. 40-60% ты решаешь. Мишна Гитин. Ты же сам не ставишь цену, чтобы ты отырешься. О, правильно. Ставит тот, кто поймал плен. Правильно? Так, а если для тебя это все деньги? Это вопрос, это спор мудрецов. Мишна Гитин, 4-й, 6-й, Мишна говорит, не платят за пленных больше их стоимости на рынке рабов. Не платят. Ну, а как оценивают? Как оценить, сколько стоит этот человек? Мишна говорит, тогдашняя мера оценки. Талмуд говорит две причины, почему не нужно платить все деньги, там, любые деньги, которые просят. Две причины приводит Талмуд. Почему? Вы должны понять, друзья, это сейчас не принято. Раньше, раньше, когда неевреи знали, что для евреев это огромная митсва, выкупить первенца, это огромная митсва, то евреи тратили на это большие деньги. И люди, которые понимают, что это значит, что, как бы сказали, быть в плену, для некоторых это хуже смерти. И когда есть такая возможность, то есть это практически спасти человека от смерти, поэтому нужно вопрос, нужно ли потратить на это все деньги. Талмуд говорит две причины. Первая причина, что это может быть слишком тяжелый груз для общины, и поэтому не нужно тратить на это все деньги. Вторая причина, что работорговцы будут на них охотиться тогда, да, работорговцы, которые были в прошлые времена, сейчас тоже они есть, к сожалению, да, в некоторых территориях мира, то они могут, если они узнают, говорит Талмуд, если они узнают, что для еврея, еврея платят любые деньги за то, чтобы освободить еврея, то тогда они будут только евреев похищать больше, никого не будут похищать, поэтому не нужно Талму постановлять, не нужно тратить на это любые деньги. Раши Акадош говорит, родственники человека, а не дай бог, не понадобится быть сказано, родственники человека могут тратить на это сколько угодно, если у них есть возможность, пускай они тратят на это сколько угодно денег. Гитин, сорок пятый, Амудалев, говорит, рассказывает историю про Рав Левий Бар Дарка, что у него дочку похитили, он заплатил тринадцать тысяч, неимоверная сумма, тринадцать тысяч серебряных шекелей он заплатил за выкуп своей дочки. То есть, мы видим, что если община при этом не обещает, или сам человек не обещает, за это тогда, да, нужно платить те деньги, которые это стоит. что скажешь, и говорит наши мудрецы, в средние века переплачивали и за родственников, и за других пленных тоже, то есть, мы видим, у нас есть документы, документы, например, это в журнале Рехайме прочитал, документы Каирской Гнезы, Гнезы, Гнеза, знаете, что это Гнеза? Гнеза, не знаете, что это Гнеза? Если, например, испортился Талмуд или Сидур, или Цицит, например, у человека, порвали Сициот, что нужно сделать? Гнезу надо хоронить, да, нельзя просто выкидывать святые вещи, надо их хоронить. Так была в Каире, в Египте, была гнеза специальная, Каирская гнеза, их некоторые документы оттуда остались, то есть, то, что выкидывали, и оттуда специалисты уже информацию какую-то получают. Так в этой Каирской гнезе документы взяли, и там есть такие документы выкупа, и там написано стандартный выкуп любого раба 33 динара за пленного, стандартный, а за еврея 40, некоторые платили 60, а некоторые платили даже 100. То есть, мы видим, что евреи не жалели денег на то, чтобы выкупить пленного. Не жалели денег. Рад вас, раби Давид бен абезимри, 1479, это Испания, и 1573, цфате он уже был, что вопрос? Да. А крайний бой тоже хранит? Ну, закапывает. Да, папа должен, есть минак, что папа хранит, закапывает в бетметраши, на территории синагоги, или на территории бетметраши. То есть, тут где-то может быть закапывает? Я не знаю, может быть, поищите. После обрезания, он говорит, что после обрезания, что делают с этим? Есть, есть некоторые глупые женщины, которые глотают. Что делают? Глотают. Есть, есть поверье, что это хорошо для размножения. День женщины, которые не, у которых нет долго детей. Это не кошерно. А? Это не кошерно. Что, что? Не кошерно. Почему не кошерно? Кто сказал? Это же гнибальство. Кто сказал, что это не кошерно? своеобраз. Это, это мертвая плоть уже. Шхиты не было. А что, человеку нужна шхита? А кто сказал, что нет? А кто сказал, что да? Но человеку априори нельзя есть. Какой нет? Человеку априори нельзя есть. Но это уже не человек. Это, это мертвая плоть. И реально сейчас тоже кушают. Раньше, я слышал, раньше, раньше были такие женщины, кто это говорили. Но это, это не правда, да? Это нельзя этого делать. Не пожевывают, просто пожевывают. Да, просто глотают. Потому что, есть, потому что, есть мнение, что глотать, оно не называется, есть. Глотаем мы, и что, мы глотаем напитки, да? Все не так просто, все не так просто. Итак, да, ты правильно спросил, да, ты правильно спросил, что с ними нужно делать. То, папа должен взять и закопать эту крайнюю плоть на территории синагоги или на территории Бетмитраша, чтобы что? Сын вырос, Талвид Хахам. Не глупый, который постоянно в телефоне играет и больше ничем не занимается. Талвид Хахам, который мозгами может шевелить и думать. Да? А подожди, можно рассказать, где это? Зачем? Зачем? Итак, Радваз пишет, Раби Давид Бен Абу Зимри, он пишет, евреи привыкли платить больше и за старика и за молодых людей по 100 динаров при стоимости 20. То есть, обычно это стоило выкупить пленного, любого стоило 20, а Радваз пишет, это в 1573, да, от 1400 до 1500, 100 динаров. Ям Шел Шломо, Раб Шломо Нурья пишет, евреи османской империи, это еще позже, да, евреи османской империи выкупали своих ашкенадских братьев, не считаясь тем, насколько это обременит общину. И османской империи евреи были богаты, и они не смотрели за деньгами, только бы спасти своих ашкенадских братьев. Ктубот, так, так, Ктубот, 52-й, Амудалев и Бет, Раби Юшуа Бен Ханани в Риме увидел мальчика, раба, еврейского раба, который знал всю Тору наизусть. И он не пожалел денег, сколько ему сказали, столько заплатил, чтобы его спасти, потому что из него получился бы хороший Талмит Хахам. И действительно, из этого мальчика вырос Раб Ишмаэль Бен Элиша. Тософот, 45-й, Амудалев приводит, что две ситуации есть, когда можно и нужно тратить и заплатить за еврея любые деньги, чтобы его вызвали из плена и заключения. И какие-то две ситуации, если ему угрожает, это дополнительные, то, что мы сказали, это мы сказали. Первое, если ему угрожает смертельная опасность, и так говорит Рамбам, и так пишет Ражба, если, то есть, если его сейчас не вызволить, он умрет, то тогда, да, нужно заплатить любые деньги, потому что так мы спасаем жизнь. И второе, если пленный, это знаток Торы, но здесь это мейер из Ротенбургера отменил это постановление, что если он знаток Торы, потому что тогда все будут похищать жировидов, и все будут их выпускать, и тогда это он запретил. Несмотря на то, что в Тософоте написано, да. В 20 веке, друзья мои, что у нас, какая проблема есть с выкупом первым, возникла эта проблема в 20 веке, когда вновь возродилось государство Израиль, что за проблема возникла с выкупом пленных? Да, да, хорошо, что хоть кто-то из вас об этом знает. Террористы стали захватывать еврейских, израильских солдат, правильно? У меня уже одного солдата, трех солдат, да? Не одного, а трех. А, трех. Трех. Да? И это большой спор, то есть нужно, но теперь террористы в 20 веке стали спорить, стали спрашивать, требовать что? Не деньги. Они стали требовать что? Условия, да, выполнения их условий и освобождения, как правило говоришь, освобождения других террористов взамен на еврейских пленных. И возник вопрос, нужно ли выполнять условия террористов, чтобы освободить еврейских пленных, еврейского пленного. А почему тогда в Мюнхене не освободили? Что? В Мюнхене на Олимпиаде не освободили. В Мюнхене в Мюнхене в Мюнхене в Мюнхене в Мюнхене в 72-м Ну? захватили палестинцы или да, да, я понял. Не, я советую. Это вопрос, да, это, 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 это новая, новая, новая вещь, которая возникла в 20 веке. Я недавно, помните по поводу этого? недавно выложил в группу нашу по поводу цицит, да? Я вам сколько, два-три раза точно вам говорил, что если Тора сказала, это она вечно. Она актуальна, какое бы время ни было, она актуальна всегда. Выложил в группу, ты, может, не знаешь, выложил в группу, сделала какая-то фирма, сделала одежду, которая четырехугольная, чисто от четырехугольной, майки такие, четырехугольные майки. И человек, если одевает такую одежду, не знаю, это мода, не мода, я не знаю, как там сейчас это принято, не принято, но если человек одевает, он обязан, по Торе обязан вдеть, цицит в них. Если даже он, в принципе, не привык одевать цицит, должен их одеть, должен их птеть. Современная мода. Так, то, что Тора сказал, это поэтому навечно. Теперь, если мы добрались до двадцатого века, слава Богу, уже до двадцать первого, да, и закончилась Вторая мировая война, и вроде все поняли, что наконец-то нужно отстать от евреев, потому что они сильно пострадали, но нет, тут возникают арабские террористы и стали захватывать израильских солдат. И теперь возник вопрос, можно ли за них платить то, что они требуют или нет, можно за них платить любые деньги или нет. Теперь, Раф Горен был тогда и говорил, что угроза, если освободить Ицхак, если освободить других террористов, то это создаст угрозу для других евреев, а нет такой митцвы подвергать себе опасности для того, чтобы освободить другого еврея. Нет такой митцвы, правильно? Он говорил. И поэтому при этом террор усилится только. Террор только усилится. И поэтому он говорил, что не нужно платить. Теперь Раф Давида Леви, сефардский Раф, он говорил по-другому. Сколько времени? Без трех. А, девять? О, сколько времени. мы с вами даже недель не приступили. А я уже почти почитал. Во, во, во. Ладно. Давид Леви говорил, что террористы все равно продолжат свою деятельность. А еще проблема будет какая? Если их не освободить этих солдат, то другие солдаты, которые тоже на передовую, они будут знать, что если они попадут в плен, они будут не защищены от государства, и потом нужно их освободить. И государство потом так и сделало, освободило 1150 арабских заключенных, террористов ради трех солдат. Сейчас, в наше время, вот мы видим историю, которая недавно случилась. Наама и Сахар, которая попала в заключении. Вопрос, нужно ли сделать максимум усилий, нужно ли тратить любые деньги и договариваться с российским правительством ради того, чтобы освободить ее. Я не говорю о том, она права, не права и так далее. Конечно, немножко как можно с наркотиками ездить, я не понимаю. Это другой вопрос. Это другой вопрос абсолютно. Вопрос мы обсуждаем другой. неважно из-за чего еврей попал в плен и заключение. Нужно его освобождать или не нужно освобождать. Почему братья не предложили выкуп за Бениамина? Почему они стали воевать? Мы разрушим весь Египет, чтобы освободить брата? Ага, не сказали. А? они не хотели выкуп в горячую куб? А? Потому что деньги не должны были у своих деньги. Хазагу Баруф. Что он им положил, когда отправил к отцу? Что он им положил? Не, братьям что он положил? Деньги положил. Написано, когда Аблер Авгидали сегодня сказал за гейм. Когда написано увидел Леви увидел деньги и испугался. Чего он испугался? Зачем он нам дал денег? За что он нам дал денег? За что Авраам получил деньги? За Сару получил деньги? Леви испугался, значит он хочет что-то у нас забрать. Значит тот Шимон который там остался может быть он хочет его забрать? Вот чего он испугался. Он понял что деньги ему не нужны. Деньги Иосифу не нужны, ему нужно что-то от нас. И поэтому они стали воевать за него. За деньги они поняли, что они смогут его выкупить. Стали воевать, лишь бы любыми средствами освободить брата. Хотел вам рассказать историю про Рубашкина, Мордыхай Рубашкин, который в Америке попал в заключение. И вся Америка встала ради того, чтобы освободить его. И здесь общины молились за него. За экономические ситуации, экономические проблемы дали ему 27 лет, 30 лет заключения. И Трамп специальным указом освободил его. 8 лет он просидел. И Трамп его специальным указом освободил. Но что мы здесь видим? Что все евреи во все времена старались сделать максимум для того, чтобы освободить заключенного. Для того, чтобы вызвать пленных из плена. Как минимум, что? Как минимум, чтобы все молились за освобождение. Поэтому мы этот урок сделали. К сожалению, мы не смогли даже перейти на объяснение этого пасука. Есть там много-много разных тайн. Просто давайте, чтобы мы с чем-то ушли тоже. Написано ваномер. С этого начинается третий, двадцатый пасук. Ваномер. И сказали. Что значит и сказали? И сказали. Раша объясняет. Мы ничего от тебя не скрывали. Мы говорили все как есть. А второе. Я нашел объяснение в главе Толдот. Там тоже есть слово ваномер. Двадцать шестой пасук. Двадцать шестая глава. Двадцать восьмой. Там тоже написано ваномер. И объясняют там мудрецы. Ваномер это значит договорились между собой. Что значит? Что это значит? Братья между собой договорились. То есть евреи, когда идут куда-то что-то делать, должны между собой сначала договориться. Должен быть договор между собой. Не должно быть такого, что один говорит одно, один про Ивана, другой про Болвана. Это проблема. Что как братья пришли к Иосефу? Ваномер. Сказали и они договорились между собой. Кто говорил между ними? Только Иуда говорил между ними. Не было такого, что сто человек, все братья и все говорили. Я тебе так сделаю. Я тебя так сделаю. Я тебя убью. Я тебя распострашу. Нет. Иуда только говорил. Братья молчали. Братья молчали. Что это? Это ваномер. Это они между собой договорились. Что он им сказал? Что сказал Иуда? Мы здесь одно целое. Одно слово ему сказал, все ему показал. Да. Иуда старший брат? Иуда не был старший. Иуда просто братья его признали как лидера. А Иуда был какой брат? Четвертый. Четвертый. Четвертый брат. Ну а братья его по статусу просто признали. И по знаниям, и по лидерству. Качеству лидерства. Так не поэтому, и потому что они договорились. Там каждый из них мог свой характер показать. Только с чего не левить столько, что стоили. Но они сказали, ваномер, вы договорились. Договорились. Все. И это основа любых переговоров. Что? Уговор между собой и честность. Мы, говорит, от тебя ничего не скрывали. Это хочет нам сказать Тора. Это все, что я, к сожалению, успел вам сказать. Но надеюсь, про выкуп первенцев Аллахо тоже для вас были полезны. Проучить, да. Субтитры создавал DimaTorzok